Ну что, дорогие мои девочки, мои подписчики, моя любительница вязания и мои домашние мастерицы. С вами канал вязания и я Вера Бармова. Сегодня у меня такая вот небольшая радость получила посылочку через Алиэкспресс. Заказывала ровно месяц назад и вот сегодня она у меня пришла. Посылка пока маленькая, это была пробная посылка. Боялась, думала получу, не получу, оплата пройдет, не пройдет, но слава богу все удалось у нас и мы вот сегодня на почту сходили получили посылку. Знаю, что там пряжа, должно быть пять моточков, маленьких моточков пряжи. Ну и теперь давайте откроем и посмотрим какая пряжа мне пришла. Запечатан простой салфановый пакет, пошуршим немножко и открываем и вот такая пряжа у нас появляется. Еще один пакетик и вот такая пряжа нам пришла. Тут оказывается семь моточков пряжи. А вот тут получается один, один моток, один, один и три моточка, вот такой светлый пряж. Вот такая пряжа симпатичная, очень красивая. Значит 50 процентов хлопок, 30 процентов еще что-то и 20 процентов акрила. Давайте дальше открывать, посмотрим. Вывалим сразу, чтобы не шуршать больше и смотрим какая красивая пряжа, девчонки. Моточки маленькие, это 25 граммовые моточки. Так было указано на сайте. Ну метраж, естественно, китайцы не пишут. Но если понятно будет по написано, что, наверное, это при стирке 120-140 градусов, что ли. Не знаю, не поняла, что это такое написано. Но я еще раз прочитаю отзывы, посмотрю, что там написали. Главное, вот такая вот этикетка, запомните ее. Я оставлю все ссылочки, на каком, именно у какого именно продавца я покупала эту пряжу, заказывала. Нитка у нас не такая уж и тонкая, толстенькая. Немножко, конечно, расслаивается. Она у нас идет, сколько здесь моточков, давайте посмотрим сколько ниточек. Четыре ниточки. Вот она. Четыре ниточки. Слегка пружинит. Вот такая вот метраж. Не знаю, сколько. Ну, на ощупь она мягкая. Даже очень хорошая, мягкая. Цвета замечательные. Это такой желтенький. Это такой голубенький, как бирюзовый, наверное. Это зеленый такой салатовый цвет. Это розовый. Это фиолетовый такой цвет. Вот такие вот красивые, симпатичные цвета у нас. Ну, если взять, допустим, крючок, посмотрим, каким крючком можно это вязать. Так, сейчас у нас тут крючки есть. Это у меня четыре с половиной. Давайте посмотрим, что получится. Ну, вяжется легко. Четыре с половиной. Это большой крючок. Надо, конечно, помельче. Если что. Это не пойдет. Это дырки сильно большие на четыре с половиной. Сейчас посмотрим, другой крючок возьмем. Два чуть поменьше крючочек. Посмотрим, что дальше будет. Ну, здесь уже, конечно, плотнее. Ну, такая цепочка получается. Ну, толстенькая пряжа. Не сказать, чтобы она прям сильно такая тонкая. Нет, пряжа толстенькая. Ну, крючком она немножко расслаивается. Ну, а если, а если, а если мы возьмем спицы? Давайте посмотрим, что у нас получится со спицами. Надо же теперь узнать, какими инструментами будем работать с этой пряжей. Ну, здесь она ложится неплохо. Посмотрим сейчас, как она будет в вязке. Цвета очень красивые, яркие. Прям такие, знаете, насыщенные цвета. Тут провязала небольшой участок. Вот, что скажу, вяжется легко, ложится. Просто одно то, что ниточка слегка расслаивается при вязании. Тут потеряла петельку я. С радостью, наверное, торопилась. Нитка пружинит слегка. По-моему, для детских вещей она очень даже подойдет неплохо. Тепловую обработку, конечно, пока еще не делаем. Просто вяжем образец. Посмотрите, что у нас получилось. Вот такая вот красота. Нитки ложатся ровно, петельки ложатся ровно, красиво. В общем, девчонки пряжи пока довольны. Что будет с этой пряжей в дальнейшем? Ну, об этом мы узнаем попозже. Что еще хочу сказать в заключении? О том, как я ее заказывала, эту пряжу, как я оплачивала и с каких сайтов я это все делала, я вам сниму отдельный ролик и расскажу и покажу, как я заказывала эту пряжу, как оплачивала. Ну, для того, чтобы вы тоже смогли воспользоваться этим сайтом Алиэкспресс. Потому что очень-очень многие, миллионы людей пользуются этим сайтом. спокойно получают свои заказы. Ну, в том числе получила и я. Ну, а вам всего доброго, девчонки. До следующих встреч. Это не первая посылка. Будут посылки еще. И будем хвастаться дальше. Итак, всем пока-пока. До следующих встреч. С вами был канал вязания. Я Вера Бармова. Всех целую и всех обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok